Каждый мечтает о собственном доме Вот ты, Настя, о каком доме мечтаешь? Ты знаешь, Вадим, я в этом не очень разбираюсь Но мне кажется, что кирпичный может быть более надежный, а деревянный, ну, натуральный, что ли Ну что ж, деревянный, вот примерно такой дом я сегодня и попробую построить Сейчас мы будем принимать деревья для сруба, то есть сам лесоматериал Диаметр ствола должен быть примерно 26-28 сантиметров Вот везут нам бревно, мы сейчас, собственно, и посмотрим Итак, бревно необходимо измерить Для этого сруба нам необходимо бревно 26-28 сантиметров в диаметре Сейчас меряем Итак, здесь где-то 26 с половиной сантиметров Сейчас нам надо будет его очистить с помощью вот этого инструмента Это называется он скобель Происходит это примерно вот следующим образом Примерно вот так вот снимается верхний слой коры Работа эта долгая Можно сказать, даже нудная Но интересная И качает именно те мышцы, которые нужны мужчине Работа не сложная технически Но сложная физически Зато, когда я буду строить свой собственный дом, я уже буду знать как Ну а как строить дома здесь Прямо сейчас узнает Настенька Дмитрий, расскажите, как давно вы занимаетесь проектами деревянных домов? Они перемешиваются с постройками кирпичными Но в последнее время заказчики все чаще и чаще обращаются с просьбой Спроектировать деревянные дома А как вы считаете, почему это происходит? Мы возвращаемся в прошлое или люди понимают, что деревянные дома лучше может быть чем? Они, наверное, просто устали от кирпичных домов, от железобетонных И каждому хочется создать какую-то мечту Уголок, куда можно приехать с семьей, уединиться И подышать чистым воздухом Или, по крайней мере, свежим деревом А есть ли какие-то особенности создания проектов деревянных домов? Есть ли там какие-то ограничения, может быть? Ограничений нет никаких, в принципе Дерево занимает самое первое место по комфортному То есть первое место дерево Потом идет красный кирпич Потом силикатный, разный пенобетонный, керамзитобетонный и так далее То есть люди, которые делают для себя дома, не на продажу, а для себя В основном делают деревянные дома Вот деревянные дома, мне кажется, строили испокон века То есть раньше, наверное, существовали свои технологии постройки Сейчас они возвращаются? Вы вспоминаете то, что было раньше и то, что проверено веками Или сейчас новые технологии применяются? Ну, новые технологии учитываются так Ну, и применяется старая рубка с топором На деревянные шкафты сажаются ни в коем мере, не на арматуру Вы тоже строите дома без единого гвоздя? Как раньше было? Нет Гвозди применяем, саморезы применяем Скажите, а к вам приходят с готовыми проектами? Или вы сами создаете проекты? Всегда приятнее работать, когда человек знает, что он хочет А мы ему помогаем уже его мечту, так сказать, воплотить в жизнь А расскажите о самых интересных, может быть, самых масштабных проектов Интересный проект сейчас сделан на Павловке То есть заказчик пришел и поставил задачу на участке Спроектировать и расположить дом, баню, беседку Интересно в том, что не захотел заказчик делать просто круглое бревно Но захотел такую сделать стилизованную избушку Как в сказке Да, как в сказке, да, с выпусками коряк, деревьев И, естественно, интерьер сделать тоже в таком же стиле То есть он показал фотографии на самом деле интерьера Ищущийся на экстерьеры И спроектировать все в комнате То есть расстановки мебели сделали ему на первом этаже, на втором Дмитрий, расскажите, пожалуйста, я вот вижу на фотографиях Что существуют разные виды дерева Да, вот где-то оно более квадратное, где-то более круглое От чего это зависит? Это какие-то дизайнерские особенности? На самом деле не дизайнерские особенности А заказчик выбирает первоначально, из чего он хочет сделать То есть из бруса, из клееного бруса, из бревна Делается визуализация этого дома То есть заказчик смотрит на этот объем со всех сторон Это в программе какой-то, да, делается? Да, специальная программа Делаем установку мебели в ней Смотрим, где технические помещения, где у нас санузлы Где проходят веншахты, где у нас кондиционные стойки идут И такие объекты, они чаще всего получаются интересными Когда заказчик знает, что он хочет Его пожелание, какой-то сказочный домик Для того, чтобы он уехал на выходные туда, закрылся И находился там либо один, либо со своей семьей Выключил сотовый телефон, никто его не беспокоил И отдыхал душой там Пил чай, смотрел на природу Парился в баньке Ну, а потом в понедельник возвращался либо в Уфу Либо в ключа сотовый телефон Да, вот он вот там Не все бревна в конечном итоге отправляются для того, чтобы построить сруб Некоторые отправляются сюда, на пилораму, чтобы стать досками для внутренней отделки этих домов Ну, или для создания какой-нибудь деревянной мебели Сейчас мы попробуем его распилить Сейчас мы спиливаем горбыль Сверхню часть доски Сейчас надо будет ее поднять Немножечко Так И отвести обратно Чтобы уже начать пилить дальше На ровно 303 сантиметра Приступаем снова А теперь уже пошла доска На самом деле она идет Не так быстро, как хотелось бы И не так легко Потому что дерево немного замерзло И пила с ним справляется уже немного с трудом Это уже полноценная деревянная доска Из которой можно сделать полы, потолок или что-нибудь другое Каждые два куба дерева эту пилу затачивают с помощью специального механизма Предходит это почти в автоматическом режиме Достаточно всего лишь заправить Эту ленточную пилу В этот механизм Когда необходима обрезная доска Используется вот этот кромкообрезной станок Сейчас мы попробуем вот эту доску обрезать Сделать ей края Вот такой вот кусочек Это уже по сути отход Его пустим, наверное, на топку Это уже обрезанная доска После того, как бревно распиливается на доски Оно отправляется в специальную сушильную камеру Здесь температура поддерживается постоянно около 70 градусов И сушатся доски здесь 15 суток Не так-то просто Зато здесь тепло Вот этот пар Это та самая влага, которая испаряется из досок А постоянная температура здесь поддерживается с помощью специальной печи Она топится, кстати, дровами То есть это абсолютно безотходное производство Сначала бревна укладываются друг на друга И вырезается предварительная черновая чашка Затем уже вычерчивается Вот этот паз По которому это бревно будет соприкасаться с этим В ширину он должен быть не менее 12 сантиметров Потом с помощью вот этого инструмента Уже производится окончательная разметка Чистовой чашки Делается это примерно следующим образом Вот так вот прочерчивается чистовая чашка Затем этим же инструментом С этим же расстоянием прочерчивается паз Прочерчивается он на всю длину После чего бревно сбрасывается И его уже пилят Рустам, расскажите, с чего все начиналось Мы строили до этого кирпичные дома, гаражи Так или иначе, все-таки мне притянуло к деревянному домостроению Потому что у меня и отец лесником работал Все же нет, спор работает И дед тоже лесником работает в свое время Я так понимаю, что корни притянули к деревянному строению Призвание, да? И с того все и началось На самом деле начинали из Говорецка Там производственная база была А сейчас мы уже рядом с Уфой Доехали до Уфы Именно чтобы близко быть к заказчику Чтобы все видели, как все это делается А что вы вообще строите? Это дома, гаражи, что-то еще? В основном дома, конечно В основном люди заказывают дома Из хорошего диаметра бревна Чтобы было тепло, хорошо Но сейчас даже на данный момент Есть заказ именно на усадьбу Мы все из бревна строим И дом, и баню, и гараж, и туалет И сарай для коз с курочками Все это делается из бревна Рустам, расскажите, а чем деревянные дома Все-таки лучше нам привычных кирпичных? Ну, тем, что дерево – это природный материал В первую очередь, экологичностью В деревянном доме намного комфортнее спать Намного приятнее находиться В деревянном доме за сутки в воздух обменяется 5 раз Не просто обменяется, а именно через пору дерева ощущается Скажите, а вот в натуральных материалах Там же есть жучки, бактерии? На самом деле смолы, которые находятся в древесине Они и являются антибактериальными свойствами А вы строите из сосны или из каких пород деревьев? Мы – сосна, листницы, кедр А почему именно из них? Ну, это самый лучший материал для дома Рустам, а где берете древесину? Это наша башкирская древесина или откуда-то привозите? Из башкири берем, да, это Белорецк и Бурзянские районы А кедр, листницу везем в Сибирь Как вы считаете, насколько популярны такие вот деревянные дома в Уфе И почему люди их предпочитают кирпичным? Или это не так? На самом деле я очень рад, что сейчас все больше и больше Люди строят деревянные дома Они уже понимают ценности именно деревянных домов Если вот приехать, ездить Я очень часто езжу на выставки в другие города Москва, Питер, Нижний И там популяризация деревянного настояния намного выше Они уже давно поняли Более-менее солидные люди, понимающие в этом деле Они заказывают деревянные дома И вот у нас тоже уже потихоньку-потихоньку это все приходит С каждым годом все больше и больше Вы здесь все собираете полностью, да? Потом разбираете и везете на место Да, у нас здесь производится рубка с рубок от начала до конца Мы на участке заказчика делаем уже фундамент И уже после этого монтируется на фундамент готовый сруб Закрывается крыша, временная крыша, как правило А потом ждем усадки После 3-4 месяцев мы уже заходим на отделку А фундамент какой? Фундамент монолитный, с резидентом А вот вы упомянули про отделку Расскажите поподробнее, что значит отделка? Деревья здесь покрываются чем-то? Сейчас отделка производится не на каким образом Просто шивуется бревно, выщается от коры полностью И покрывается специальными защитными составами Как правило, оставляется такого же цвета, естественного цвета деревьев Скажите, а можно ли вот в домашних условиях Мне кажется, у нас многие мужчины в деревнях думают Да что такое сам вот Возьму, куплю сруб, соберу все это сам Друзей позову, соседей, родственников Сами поставим Вот чем ваше производство отличается от такого самостоятельного? Ну, на самом деле каждый мужчина может это сделать У нас есть для таких людей организована школа плотников Можно прийти обучиться этому и построить самому дом Многие, на самом деле, приезжают, учатся именно, чтобы построить дом Именно почувствовать свое мужское начало Именно, как говорится, построить дом А потом остается у вас на производстве робот Нет, на самом деле, большинство именно для себя учатся Для себя, для того, чтобы именно понять, что это как делается Вот, а чем отличаемся? То, что, во-первых, это качество работает То, что у нас все рабочие у нас сертифицированы, они обучены У нас двойной стандарт качества, именно проверка идет Поэтому и подбор бревна у нас намного лучше То есть все-таки профессионалы, это профессионалы? Ну, и сроками, естественно Один человек там будет долго очень рубить А у нас, как бы, в одной брегане 5-6 человек И мы намного быстрее все И за сколько дом можно построить? Ну, средний дом деревянно строится за год Срубили, поставили, подождали, пока он сядется Высохнет, и после этого уже обжилка А заезжать в него можно через сколько? Тоже через год? Через год, да Ну, не так долго, можно и подождать ради хорошего дома Да, согласен Рустам, скажите, насколько долговечные такие дома? Деревянные дома, на самом деле, очень долговечные При правильной эксплуатации и дальнейшем обслуживании деревянного дома Но история показывает, что они стоят и 200, и 300 лет В кижах стоит 1400 лет одна церквушка И вот до сих пор уже стоит, ремонтирует, смотрит за ней А ваши дома вы уже сколько наблюдаете в эксплуатации? Мы с 2009 года наблюдаем, смотрим за ними, ухаживаем, приезжаем на объекты Ну, наверное, все-таки изначально нужно правильное производство Все правильно сделать Да, естественно, это вот не от тока Зависит, как правильно срубить Именно и рубка очень важный момент Это обслуживание дальнейших, покрытие, защита древесины От всех атмосферных хозяйств Расскажите, а как ухаживать за такими домами? То есть есть уже опыт, уже несколько лет стоят дома А как вот продлить их срок? Необходимость будет покрывать снаружи специальными мостами или красками Чтобы именно защитить от ультрафиолета, защитить от дождей Таких моментов А изнутри, в принципе, они могут и так стоять А внутренняя отделка можно? Я не думаю, конечно, что кто-то закрывает такую красоту древесную Но может быть кто-то захочет, не знаю, обои наклеить Ну, естественно, как бы некоторые люди хотят некоторые комнаты обыграть обоями Может быть, камнем Это все возможно Делается каркас И на него уже насушивается лист картон И можно будет клеить обои Делают торцы ровные Обрезают к концу бревен Операция не сложная, но требует известной точности После чего будет уже делаться чистовая чашка Которая уже уложится в этот сруб Сейчас ребята делают уголок для аграрного университета Каким он целем будет служить, непонятно Может быть, пособием по рубке леса и создаванию срубов Вот расскажите, а частенько бывают вот такие забавные случаи в работе? Ну, частенько бывает Вот один бригадир у нас есть Он башкир, я русский Вот мы начинаем с него ругаться Он немного начинает ругаться Переходит на башкирский язык А я на русском, он на башкирском Мы ругаемся с ним А начальник, Рустам, смеется Видит и смеется Говорит, как вы друг друга понимаете Чего вообще началось это все древесное производство, это лесопромыш Ну, в основном, как читал историю Это Петр Первый все это лесное хозяйство организовал Как бы охрану лесов Распорядился сделать ведомство лесное А это поставить, охранять лесников Положить им минимальное жалование Так как лес это дело темное, воровское и так наворует Ну, это типа байки Что действительно вот они Так организовывалось лесное хозяйство России Понятно Ну, а бывало, что вот, например, вместо Например, одного объекта получался другой Или как продавали другой Ну, было Вот сначала мы начинали Когда рубить Как бы не было вагончика И не было офиса там, чтобы Ну, бумаги, телефон туда-сюда И начали строить сруб небольшой Вот А диаметр приличный Половину срубили Я хотел его под офис забрать Приехал заказчик, которому дом рубили И говорит, мне как раз это для собаки подходит У меня, видимо, собака больше меня Там московский какой-то волкодав Или что Вот это я тоже понимаю Это конура Да, это конура, да, для собаки Ну, твоя собачка будет, да Тепло будет ей Хорошо, солидно Сейчас мы будем вырезать черновую чашку Для этого используем опасный способ Сейчас это пропилю Вот у нас получаются такие штуки Вот такая получилась наша черновая чашка На самом деле Это очень сложно Несмотря на то, что бензопила Она требует Таких нормальных усилий Чтобы ей управлять Вот такая получилась у нас черновая чашка Частовую мне уж Делать, наверное, не доверят Потому что очень сложное и тяжелое ремесло Ну, а теперь Эти бревнышки предстоит Уложить на наш сруб Загир, мы с вами находимся сейчас В столярном цехе Расскажите, что вы здесь производите Декоративные доски для потолка И декоративные доски для пола Двери Тоже декоративные Вот ручки для дверей Вот такие Угу То есть все, что связано со внутренней отделкой, да? Да, да, да Расскажите, я знаю, что вы изготавливаете даже мебель Какие-то абажуры То есть все, что хочет заказчик Да, да, ну, у нас кроме этого Еще есть заказы Вот мебель делаем Там столы, табуретки И эти, ну, кухонные там гарнитуры вот такие А вы по образованию? Я по образованию художник-оформитель То есть вы сами это придумываете И сами же производите? Да, да, да А вам нравится ваша работа? Конечно, нравится И чем нравится? Ну, я с детства любил вот по дереву Когда учился, то вот учился и там тоже Резьбой по дереву занимался тоже То есть это такая работа для души, по сути дела, да? А заказы у вас есть сейчас на производстве? Много заказов? Да, заказов много Вот приготовили доски Вот эти сейчас вот через рельс мы пропустим И, ну, в шу-шу-шу-ку Там где-то, ну, недели-две послушаем И потом уже начнем отрабатывать эти Ну, по заказу Как заказы закажут Поэтому и делаем этот заказ А есть какой-то, вот, кто-нибудь что-нибудь такое заказывал Что вам очень понравилось Что вам интересно делать Что вы любите больше всего Или какой-нибудь необычный заказ, может, вспомните? Ну, необычный это Мы никогда вот Одно и то же не делаем Ну, вот мы недавно сделали детскую площадку Из декоративной доски сделали заборы И покрасили вот То есть вы заборы изготавливаете, детские площадки? Да Вот двухрядные заборы делали Изготавливаем тоже После того, как брюно сделают чашку И сделают ему паз под ним Оно поднимается И ложится уже на сруб Вот этим мы сейчас и займемся Ага, взял Все, теперь его надо поднять И завести Брюнышко тяжелое Так, опускаем его потихонечку Легонечку Вот Все Бревно стоит на самом положенном месте Тут оно просто стоит до тех пор Пока сруб не соберут полностью После чего сруб разберут И отправят туда, где он должен стоять Итак, наша работа на сегодня закончена Сруб полностью подготовлен И отправляется на постоянное место дислокации В Караидель Как выяснилось, сборка сруба Дело тонкое, почти ювелирное И очень сложное Вы смотрели программу Испытано на себе На городском телеканале ЮТВ Увидимся Редактор субтитров А.Семкин